15 киосков от Стабфонда будут работать в Уральске. Торговые точки предназначены для реализации социально значимых продуктов питания из стабилизационного фонда по сниженным ценам. На сегодняшний день финансовый ресурс фонда составляет порядка 2,5 миллиардов тенге. Основная задача стабилизационного фонда – регулирование ситуации на рынке на уровне общего повышения цен, либо дефиците социально значимых продуктов. Ежегодно Стабфонд пополняют запасами социально значимых продуктов, таких как картофель, лук, морковь, капуста, сахар, макароны, рис, гречка, посолнечное масло и яйца. Продукция реализуется в специальных киосках, которые расположены в жилых микрорайонах города. У нас есть статистика населения области города, есть норма потребления на человека утвержденной. Соответственно, оттуда мы пересчитываем объем, который необходим, ну или вот в трехмесячный период, который потребляется областью. И нам необходимо обеспечить 30% объем, который потребляется в течение трех месяцев. В текущем году будут функционировать 15 киосков, где можно приобрести продукцию от Стабфонда. Продавцы говорят, что картофель, лук и морковь из Стабфонда начинают завозить зимой. Пока же эти овощи поставляются местными производителями. Также сегодня на полках не оказалось сахара. Продавцы говорят, что его не поставляли уже давно. Остальные продукты есть в полном объеме. Яйцо 440, он приводит макароны 285, гречка 330 и рис 350 и масло 630. А картофель, лук, морковь? Пока их нет, по сезону они приводят уже. Именно из Стабфонда, да? Да, из Стабфонда. А в какое время начинают привозить? Ну, в прошлом году начали, так, с декабря, по-моему, начали, в начале. И 3-4 месяца подряд было подешевлительно. Жители города считают, что такие киоски нужны. Благодаря им можно приобрести необходимые продукты питания недалеко от дома и по доступным ценам. Здесь, между прочим, цена меньше, чем в магазине. Вот сегодня я купила яйца. Нормально. Мне все это нравится. Такие магазины нам нужны. С текущего года СПК Акжаек работает напрямую с производителями. На сегодняшний день запас Стабфонда по Западно-Казахстанской области составляет порядка 700 тысяч тонн. Из них рис, гречку и сахар завозят из Казавардинской, Павлодарской и Жамбовской областей. Остальная продукция – это овощи, подсолнечное масло, яйца и макаронные изделия местного производства. В запасе Стабфонда сегодня 2925 тонн картофеля, 2236 тонн лука, 684 тонны моркови, 800 тонн капусты. В общей сложности продукция закуплена на сумму 2,5 миллиарда тенге. Помимо таких киосков, товар реализуется практически во всех гипермаркетах, супермаркетах и рынках города. В сравнении с прошлым годом запасов продуктов больше, говорят в СПК «Акжаик». К примеру, картофелям область обеспечена на 100,6%. Председатель правления СПК отметил, что предприниматели не имеют права повышать цены на реализуемый из Стабфонда товар более чем на 15%. В текущем законодательстве допускается максимальная маржа торговой компании 15%. Но в основном у всех крупных сетей торговых супермаркетов маржа на овощи не больше 10%. Ну и самое главное, мы минимальную цену им даем, они, соответственно, свою 10 или 15 маржу ставят, мы это тоже в том числе рассчитываем, для того, чтобы мы понимаем, какая цена будет и того на рынке, чтобы наша была цена ниже. Уральцы надеются, что продукция из запасов Стабфонда будет качественной.